Стратегия развития фермерских хозяйств и кооперации – основных направлений агропромышленного комплекса России. Повышение уровня качества жизни на селе. Об этом и многом другом говорили аграрии со всей страны в первый день Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Здесь работали многочисленные тематические секции и площадки. Уже поздно вечером все предложения и проблемы, высказанные делегатами форума в ходе пленарного заседания, обобщил и подытожил министр сельского хозяйства России. Александр Ткачев отметил положительную динамику развития практически во всех отраслях сельского хозяйства, которая за последние годы сделала рывок вперед и стала драйвером российской экономики. Страна очень разная, но, конечно, в силу этой географии, конечно, она сложная. И, конечно, получать рентабельное урожай в разных территориях – это своя специфика, и, конечно, непросто. Тем не менее, нам нужно жить, нам нужно работать. И этот год при любых распадах он показал, что мы можем получать действительно рекордные урожаи – 135 миллионов тонн. Безусловно, это наша общая заслуга, наша общая победа. И, конечно, которая войдет в историю, безусловно. Давайте поаплодируем нашу превосходность. Также речь шла о развитии малых форм хозяйствования. В 2017-м более 3000 фермеров получили льготные кредиты более чем на 40 миллиардов рублей. А уже по состоянию на начало марта этого года 2000 фермеров получили льготные кредиты на общую сумму в 10 миллиардов. Фермерские хозяйства за последние 10 лет стали крупнее и эффективнее, а их рентабельность с учетом господдержки превысила 16%. Если говорить о задаче, то фермерское движение, оно набирает силы, набирает обороты, мы о том числе будем говорить. Конечно, приметать новую технику, инвестировать в сельхозную инфраструктуру, логистику, в аграрную науку, в селепцию, в генетику. И, конечно, повышать качество жизни наших сограждан. В рамках второго дня Всероссийского форума сельхозпроизводителей свое видение развития агропромышленного комплекса России уже с научной точки зрения представили молодые ученые со всех регионов страны, в том числе преподаватели и магистранты старейшего и всемирно известного высшего учебного заведения Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Одна из разработок, представленных ими на форуме «Геномная селекция». Старший преподаватель кафедры генетики, биотехнологии, селекции, семеноводства Илья Киров, как никто другой, знает, функциональная геномика позволяет быстро создавать новые сорта полевых и овощных культур, выращиваемых с использованием экологически чистых технологий. Увеличение объемов отечественной продукции на рынке растений и водства позволит снизить зависимость семеноводческой отрасли от импортных поставок продукции. Нам, чтобы создать сорт, нужно проводить многократное скрещивание. Это длится более 10 лет, а для некоторых культур это еще дольше. Современные технологии молекулярные нам позволяют отслеживать тот ген, который контролирует желаемый признак. Например, мы хотим создать устойчивый сорт, нас интересует ген устойчивости. Мы хотим создать лук с красной окраской, нас интересуют гены, которые контролируют окраску. Раньше мы отслеживали признак, теперь мы отслеживаем ген, то есть молекулу ДНК, часть ДНК, которая контролирует этот признак. И вот мы, как хирурги, теперь не просто можем отследить, как хирург отслеживает болезнь, мы можем и редактировать эти гены. У нас есть такие специальные молекулярные ножницы современной системы, я называю современным CRISPR, и мы можем отдельные гены найти, отредактировать, и таким образом без всяких скрещиваний получить тот же, например, из красного лука, желтый лук, который по определенным характеристикам лучше, из неустойчивого растения, устойчивого растения. И таким образом мы создаем сорт нового поколения. А руководитель проекта Ростераформ Татьяна Азовского разработала уникальную технологию по переработке отходов животноводства и перерабатывающей промышленности с помощью биотехнологического метода – личинок мух черной львинки. Механизм работы личинки таков, она съедает какие-либо отходы предложенные, это могут быть фрукты, овощи, мясо, это может быть навоз животных. Личинка вырастает, из нее мы делаем продукт, протеин, который уже скармливаем животным, птицам и рыбам. Остатки, не переработанные отходов и плюс помет самих личинок, он уже представляет собой зоогумус. Это уже удобрение для растений. Когда сельское хозяйство стало задавать ритм экономики, у преподавателей и студентов Тимирязевки впервые за четверть века появилась возможность предлагать как уже существующие наработки, так и те, что создаются сегодня. Сейчас уникальное время, когда ученые не откладывают плоды своей работы в долгий ящик, а имеют возможность увидеть результаты своего труда очень быстро, отмечает ректор Академии Галина Золина. Ежегодно ученые Тимирязевки подают от 80 до 100 заявок на изобретение и получают 60-80 положительных решений. За этими ребятами, молодыми, умными, дерзкими, амбициозными, будущее. Наука в том ее особенность, что это такая генерация новых идей, может быть даже иногда кажется до скандальности новых, но совсем скоро они становятся нормой нашей жизни. Вот я думаю, что сегодня мы с вами как раз и являемся на этом форуме свидетелями того, что совсем скоро мы не будем замечать, как выключатели, как розетки, как кипятильники, когда-то их тоже не было, кто-то их придумал, но они настолько сегодня для нас естественные и органичные, что мы даже не замечаем. Вот точно так же сегодняшние достижения. Конечно же, это шаг в будущее. Конечно, это завтрашний день. Но поверьте, расстояние от сегодня до завтра, благодаря молодым ученым и благодаря опыту Тимирязевской академии, значительно сокращено. В протяжении второго дня работы форума у стенда знаменитой Тимирязевки было многолюдно. Инновационные проекты представителей этого вуза вызвали большой интерес как у власти, журналистов, так и у тех, кто уже сегодня готов к их применению на практике. Я очень надеюсь, что у нас благодаря этому форуму произойдет смещение акцентов в аграрном образовании в сторону практики. Слава богу, что Тимирязевка это понимает. Потому что у нас огромная такая, не то, что дыра пробоина в нашем корабле, в этом замещении была, это именно образование. То есть у нас вроде 50 аграрных вузов, а специалистов, работающих, умеющих что-то делать, их нет. Я слышал слово «практика, практика, практика». Все разрывают. А можно к вам совет на практику отправить? А можно к вам животноводов отправить? Я помню, три года назад, как бы, я сам ходил, говорю, отправьте мне хоть кого-нибудь. Я говорю, да никто не хочет, никому не надо. Сейчас ситуация, слава богу, меняется. А значит, как бы, возможно, у нас зайдет собственно российское аграрное образование, и все изменится. Вряд ли бы наша страна достигла сегодня таких высоких результатов в агропромышленном комплексе, если бы на государственном уровне не были бы приняты соответствующие стратегические решения и планы. Все мы помним, к чему привела неудачная политика в отношении сельского хозяйства, проводимая в 90-е годы. Точка отчета возрождения села можно считать 2012 год. Время принятия госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2020 года. И вот спустя каких-то шесть лет АПК уже привлекательна для инвестиций отрасль. И один из локомотивов экономики страны. Именно так охарактеризовал состояние сельского хозяйства сегодня глава государства Владимир Путин. Начиная с 2000 года, аграрию увеличили производительность вдвое. Именно вашими усилиями, усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК за последние годы кардинально изменился. Стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным. Одним из драйверов роста всей российской экономики. Когда это вообще можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве, теперь это, слава Богу, в прошлом. Объем сельхозпроизводства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции и животноводства растет 13 лет подряд. Вот я хочу тоже на это обратить внимание. Сам посмотрел на эти справки и хотел бы напомнить. Этот рост наблюдается с 2005 года. Не только в условиях прикрытия рынков наших внутренних для ваших конкурентов в связи с известными событиями. С 2005 года рост. Сыпучее золото, отборная пшеница. В прошлом году по всей стране ее собрали более 135 миллионов тонн. И это абсолютный рекорд. Но президент ставит еще более амбициозную задачу. Увеличить эту цифру к 2030 году до 150 миллионов тонн. Для этого, конечно, еще предстоит многое сделать. Это и логистика, и сельхозмашиностроение. В полях еще много иностранной техники. Есть и вопросы с землей. Мелкие хозяйства считают, большие агрохолдинги в более выгодном положении. К этой теме на форуме Путин вернется еще не раз. Вот сейчас мы только передвигались от предыдущей встречи сюда, в этот зал. Договорились с министром сельского хозяйства. У него такое поручение есть. Мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермером ранее. Мы вернем это положение. Но при этом должны будут быть внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей в нетернерных процедур. Она должна использоваться исключительно по сельхозназначению. Серьезный рост российского АПК во многом результат политики импортозамещения. Санкции заставили развивать свое, отечественное. Но, конечно, дело не только в санкциях. Планомерная работа и четкое планирование. По словам Владимира Путина, у России есть все, чтобы в ближайшие годы стать одним из лидеров глобального агропромышленного рынка. Рынка очень конкурентного. И понятно, что появление такого сильного игрока нравится не всем. Однако, как говорили на форуме аграрии, сегодняшние достижения в сельском хозяйстве – это лишь первые плоды. Урожай обещает быть хорошим. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия, Краснодар.